Видите, я делегировал, и я нихуя не делаю. Пацан занимается всем. Левый нормальный. Мы ищем конкретно тот, кто будет управлять нашими менеджерами. Ничего не продавался? Просто я затрахал. Здорово, меня зовут Вадим Иванов, я решил снять бизнес-блог для вас. Наверное, я должен встать напротив крутой тачки, как это делают различные бизнес-тренера. Совсем ненароком, так случайно, во дворе. Типа у меня есть бабки и все такое. Наверное, мы должны придумать какое-то пафосное название, и оно у меня есть. Хроники миллиардера. По-моему, заебись. Но это не значит, что я сейчас являюсь миллиардером. Скажем, это путь, который нам предстоит с вами проделать. Че, ебанутое, что ли? Здесь не будет никакой яркой жизни, никакой мотивации, никакой пестрой картинки, телок, крутых тачек, кроме этой. В Ютубе до сих пор отсутствует практику. Неизвестно, что делать после того, как ты встал с дивана. Все встают, а дальше что? Даже есть мем на эту тему. Вот я встал, и что? Что дальше делать с диваном? Вот, и я хочу немножко какой-то жести, немножко практику, немножко хардкора добавить, чтобы вы увидели бизнес не с точки зрения вот разреза, когда у тебя есть бабки, какая красивая жизнь становится. Я хочу показать, что находится за этим, за этой ширмой. Сейчас мы переместимся наверх, и я расскажу о том, что у нас сейчас есть, и что мы будем делать в этом году. Итак, мы забыли ключи, в цеху никого нету, но есть один человек, который сидит в наушниках. Видите, я делегировал, и я нихуя не делаю. Пацан занимается всем, вот два моих работника. Заебись, четко. Сейчас они мне помогут. Как вы поняли, самое главное, чтобы бизнесмен умел набирать правильных людей, которые все могут, и делегировать. Значит, людей нужно функциональных, универсальных брать, даже к таким ситуациям готовых. Потом откроешь, я зайду. Да. Я никогда не снимал бизнес-блогов. Народу я известен как некий доча, который, собственно, в свое время, 6-7 лет назад, поднимал сообщество фитнеса, бодибилдинга и в целом тренажерки. Все, что мы будем делать на этом канале, будет делаться на примере одной компании. Сейчас я владею двумя компаниями. Доча.ком, это самая большая федеральная сеть спортивного питания и Bonafide. Так, у нас есть компания. Юпту, блядь. Бизнесмен должен быть готов и к таким ситуациям. И у него всегда должно быть все дифферсифицировано. Дифферсифицировано. Вот. Поэтому у меня есть 4 маркера. И он пишет. 2017 год закончится. Что у нас имеется в наличии? У нас есть компания Bonafide. Здесь примерно работает 55 человек. Оборот компании пиковый достиг. В ноябре. 18 миллионов рублей в месяц. Нормальный бизнесмен первое время вкладывает в компанию. Если он не вкладывает в компанию, то, скорее всего, он вкладывает это в наркоту, в стриптиз. И, в общем, большинство бизнесменов, которых я знаю, москвичей, которые хорошо начали заканчивать в наркологическом отделении. И это точно. Я умный человек и вкладываю все эти деньги обратно в производство. Мы закупаем лучшее оборудование, мы закупаем лучшие ткани, лучшие контракты. И, собственно, таким образом мы планируем стать гулярдерами. Сегодня у нас праздничный день. Я всем сотрудникам подарил перцовые палочки, чтобы они были защищены от опасностей. Я люблю своих сотрудников. Сейчас решили проверить, вдруг они работают или еще что-то. Окей. Окей. Что, сразу? Да, я вот так вот на метр тока, вот просто полсекунды уже. Жестко. Это еще нормально. Представляешь, вообще прям до задних, говорит, если попадает. Часа по три вот так вот просто закипается. То есть сейчас у меня еще немного, я просто... Левый нормальный. Левый коронный, правый коронный. Лена, я даже внутрь не могу. Прямо жжет так. Ну, вроде уже получше, да? Их много ругают, у них тяжелая жизнь. Вот сейчас еще самые две недовольные придут. Разворошили улей. Я беру палку и так и хуячу по улью. Где мед, блядь? Я слышу жалобы, что мне категорически не хватает времени. Но это не случайность. И все, что мы вводим, все через вот такое вот, через сопротивление. Это неположность, это плохо. Нет, почему? Почему негатив? Я сейчас с вами, Добрый тайм-менеджер, я вам дотажу, что у вас в два раза больше. То, что вы говорите, я слышал тысячу раз. Ну, поймите это. И каждый раз, когда я тоже самое отвечаю, я говорю, вот сделал вот так вот, или просто сяду и посмотрю, или что-нибудь еще. Все налаживается. Что сейчас происходит? Процесс творческий налаживается, постепенно ускоряется, надеюсь. Раньше все это происходило по полгода, пока напечатываем, пока сделаем, подменяем, смотрим и это увидим. Сейчас пытаемся сделать, чтобы вот здесь сейчас придумали, здесь сейчас нарисовали, здесь сейчас отшили, здесь сейчас сфотовали, увидели, изменили, и это очень хорошо. У меня в голове половина оперативной памяти освободится, если мы наладим вопрос дизайна. Производится в нашем цеху, который мы, естественно, будем вам показывать, примерно сейчас 9000 единиц изделий. Но нам этого не хватает, мы должны делать гораздо больше, потому что спрос сейчас гораздо больше. Давайте капитализацию компании оценим примерно на 40 миллионов рублей. Каких цифр я хочу добиться в 2018? Капитализация должна сдать 200 миллионов, работа должна стать 200 человек, оборотка должна быть около 80. И продавать мы будем где-нибудь там 40 тысяч единиц. Это уже более-менее значимо. Как тебе пришла эта мысль сесть и продавать вместе с ребятами? Я хочу поддержать, чтобы они впитывали эти флюиды на них. Скажи, пожалуйста, ты впитываешь флюиды? Безусловно. Какие у тебя продажи? Насколько ты сегодня продал? Сегодня 20,5 тысяч рублей уже оплатили? Да, 50 тысяч рублей уже оплатили. А, значит, должны сколько оплатить? Ну, ждешь. Ну, еще двое франшинников где-то на тридцатку. То есть где-то 80 они должны быть. А, с этой суммой сколько ты получишь? Ну, почти тысячу. Тысячу? То есть помимо того, что у тебя будет зарплата, ты еще получишь тысячу рублей. Да, это только сегодня. Но это не точно. Анюта, у тебя как? Премия за сегодня больше, чем тысяча рублей? Больше. Больше, чем тысяча рублей. Сколько денежек получше? Я не считаю. Ты счастливый, да? Ты здесь чисто так, ради идеи? Ну, самое главное, наши денежки, это опыт. Я очень достану, я очень злая. Да? Да. Что, ничего не продал сегодня? Просто я затрахалась. Я затрахалась. Сегодня, за сегодняшний день. Ты затрахалась здесь? Ну, и как-то так. Это сколько ты сегодня продал, а? Да. И сколько ты с этого получишь? 1%. И это сколько? 2 тысячи 150 рублей до вычета налогов. Мы совсем запутались. Все охуенные, все гендеры, все директоры, всего и вся. Все, что вообще было. Короче, как бы дюки только в бизнесе. Почему мы хотели? Нам лично, самим молодняку будет некомфортно общаться здесь с таким человеком, который будет 47, 50, 40 даже лет. Потому что все-таки коллектив молодой. Поэтому в основном всех тут подобрали. Наверное, где-то в среднем 27-29 лет у нас. Мы ищем конкретно тот, кто будет управлять нашего менеджера, удерживать клиентов, увеличивать продажи посредством банков и клиент-ориентированность. То есть мы не так много просим, нужно сделать это охуенно. Чтобы это было с хорошей аналитикой, с воронками продаж, еще с чем-то. С CRM-кой, чтобы владел 1С. То есть на самом деле нам не так много надо, но должна это уметь делать охуенно. Это не те люди, которые, если что-то придется делать самому, а такое часто бывает, да, что придется сесть, они не станут делать. То есть они скорее ее больше скинут. Наймите, блядь, помощника, блядь. Ну, зато совсем не все, блядь. Вот этот наймет вот этих, и мы будем платить в два раза больше сыграть. Вот такое. Ну, мы можем ошибаться, мы хуевые руководители, молодые. Но сейчас мы поняли так. Вот, пишите в комментариях, как вы бы нанимали, на что стоит обратить внимание. И если среди вас есть действительно хуевая урок, вы можете писать. Мы вас все равно рассмотрим и поставим список в эти очереди. Вот, а возможно и не в очереди. Возможно, проверьте, я хуяю, нифига, ты волк с Уолл-стрит. Не вы, как я имя, что-то. Да. Ну что, в общем, мы посмотрели мой первый выпуск, уже у нас готов второй. В первом выпуске вы увидели, как мы строим отдел продаж, как мы создаем отдел дизайна. Вы увидите, как он будет формироваться, как формируется зарплата, формируются люди. Вот, вы увидите, как мы будем заходить на все эти площадки, как в Альберс, Алиэкспресс, Азон еще куда-то. В общем, друзья, оставайтесь с нами, смотрите, что будет дальше. Это в режиме онлайн вы видите, как человек действительно self-made, там, и будет вырастать из миллионера в миллиардеры. Мы придумали охуенный дизайн. Мы запускаем производство. И это нормально, когда человек, который создает компанию, сначала делает все сам. То я в данный момент вижу очень схему простую. Значит, нам нужно произвести отпиздатый продукт, и нам нужно его продать. Все. Мы решили, что ты нам не подходишь.